МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В перестрелке погибли двое военных. Здравствуйте! Вы смотрите Международный телеканал СССР в студии Руслана Гасанова. Больше недели продолжается спасательная операция на гипсовой шахте в провинции Шаньдун. Спасателю удалось пробурить скважину до четверых горняков в юго-западной части шахты. Через нее на глубину 200 метров спускают еду, воду и медикаменты. На место уже доставили специальную капсулу для эвакуации шахтеров из-под земли. Но перед этим скважину необходимо расширить до 720 мм в диаметре на всю ее глубину. Пока прошли только около 30 метров. К этой же группе из четверых горняков бурят еще одну широкую скважину. Третью скважину пробивают в предполагаемом месте нахождения 10 заблокированных шахтеров. На глубине больше 200 метров бур попал в плывун. Контакта с людьми нет. Еще трое человек предположительно находятся в северной части шахты. Об их судьбе тоже ничего не известно. Одновременно с бурением скважин с поверхности спасатели пробивают тоннель под землей. Эксперты говорят о чрезвычайной сложности операции. Из-за геологических проблем работа продвигается очень медленно. Напомню, обрушение на гипсовом руднике в уезде ПНИ произошло 25 декабря. В этот момент в забое были 29 человек. Четверым удалось выбраться на поверхность самостоятельно. Семерых извлекли спасатели. Один шахтер погиб. 17 остаются заблокированными. Породы слишком неустойчивые. Существует большая вероятность того, что под внешним воздействием они могут обрушиться. Это усложняет бурение и проведение спасательной операции. Мы будем бурить отверстия очень медленно, стараясь не повредить стены тоннеля. Так что нам нужно время. В этой ловушке оказались 14 человек. Они находятся в разных местах. Чтобы спасти их, мы должны ускорить бурение скважины. Делать это на максимальной скорости. Китай и Пакистан завершили совместное военно-морское учение в Восточно-Китайском море. Два пакистанских военных корабля уже вернулись в Шанхай, где два дня будут принимать на борту экскурсионную группу горожан. Китай на тренировках представляли ракетную фрегацию Чжоу и эсминец Янчжоу. Маневры официально стартовали в новогоднюю ночь и продолжались два дня. Моряки двух стран практиковались в боевых стрельбах, проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Участники также договорились в будущем проводить подобные учения чаще. В маневрах были задействованы надводные корабли, подводные лодки, морская авиация, войска специального назначения. Менее чем за 20 часов совместно выполнено 10 различных задач – поиск и спасение людей, конвоирование судов и другие армейские тренировки невоенного характера. Также проведены стрельбы с использованием различных видов оружия. Отработана тактика противолодочной, противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны. В Минобороны КНР подвели итоги прошедшего года. В 2015-м оборонное ведомство активно поддерживало концепцию становления Китая в качестве морской державы. Китайские военные провели 9 масштабных маневров на море, включая крупнейшее в истории совместное учение с российским ВМФ. В 2015-м году Китай пять раз проводил учения в акватории Южно-Китайского моря. В январе это были крупномасштабные лётно-тактические маневры. В июне тренировки надводных и подводных сил. В июльских учениях участвовали более 100 кораблей и несколько десятков самолётов. В ноябре ВМС отражали учебную десантную операцию на китайском архипелаге. Завершили год короткие, но насыщенные декабрьские морские манёвры, включавшие противолодочную борьбу и информационное противодействие. Дважды в минувшем году китайские военные тренировались вдали от своих берегов. В июне и в июле состоялись совместные манёвры морской авиации и кораблей ВМС «Нуак» в западной части Тихого океана. 2015-й год прошёл для Китая под знаком морских учений. Манёвров провели больше не только в ближней, но и в дальней морских зонах. Беспрецедентными, к примеру, стали тренировки в Южно-Китайском море с точки зрения учебно-боевых задач, решённых в море, на земле и в воздухе. Масштаб совместных манёвров с российским ВМС также говорит об акценте на повышение боеспособности ВМС Китая. Ежегодные учения морского взаимодействия Китай и Россия провели в четвёртый раз, но впервые их разделили на две части. Первая прошла в Чёрном и Средиземном морях в мае. В ней участвовали китайские фрегаты «Линь-И» и «Вэйфан» в сопровождении судна поддержки «Вэйшэнху». Россию представляли шесть кораблей во главе с флагманом Черноморского флота, ракетным крейсером «Москва». Время проведения учений было очень непростым. Чёрное море – очень чувствительный регион. Присоединение Крыма, продолжающийся кризис на востоке Украины, взаимные санкции России и Запада и бойкот московского парада победы со стороны западных стран – на этом фоне китайские военные суда вошли в Новороссийский порт. Конечно, страны Черноморского региона, Европа, да и мир в целом пристально следили за манёврами. И хотя время и место их проведения вызывали озабоченность, результат никаких вопросов не вызывал. Можно сказать, что он полностью оправдал ожидания. Вторая часть морского взаимодействия 2015 прошла в августе в заливе Петра Великого под Владивостоком. Манёвры стали самыми масштабными в истории двух стран. Были задействованы 22 корабля, 15 самолётов и вертолётов, два беспилотника, более 500 морских пехотинцев и 40 единиц бронетехники. Китайские и российские моряки отрабатывали совместное маневрирование, а также организацию противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. Кульминацией учений стала совместная высадка морского и воздушного десанта на полигоне «Клерк» в Приморском крае. Во время второй фазы учений китайские и российские военные впервые отработали совместную высадку десанта. Стороны сформировали объединённую группировку, состоящую из десантных подразделений сил морской, воздушной и сухопутной поддержки и транспортировки. В результате таких учений китайско-российское военное сотрудничество укрепляется, растут возможности обмена опытом. Можно сделать вывод, что китайско-российские отношения в оборонной сфере на подъёме. Шестые китайско-российские учения «Морское взаимодействие-2016» запланированы на август. Предполагается, что местом их проведения станет Южно-Китайское море. Военная Китай и Россия встретятся ещё раз в сентябре на совместных учениях Шанхайской организации сотрудничества. На этот раз антитеррористические манёвры мирной миссии пройдут в Кыргызстане. Люси, Си-Си-Тиви. Индийские власти уточнили число жертв в результате нападения террористов на авиабазу в штате Пенджаб у границы с Пакистаном. В ходе перестрелки убитые пятеро боевиков погибли двое индийских военных. Премьер-министр Индии Нарендра Моди одобрил действия силы безопасности. Сегодня враги человечества, которые не могут смириться с прогрессом Индии, пытались взорвать важную авиабазу индийских вооружённых сил в Патханкоте. Я поздравляю силы безопасности нашей страны, которые сорвали вражеский план. Они не оставили им шанса на успех. Я склоняюсь перед теми, кто ради этого отдал свою жизнь. Власти Пакистана также осудили действия экстремистов и выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Напомню, нападение на Пантаход произошло вчера ночью. Зачистка территории авиабазы продолжилась почти целый день, причём в бою участвовала и авиация. Полиция продолжает усиленное патрулирование района местным жителям. Рекомендовано не покидать свои дома. Предположительно, боевики проникли на территорию Индии из пакистанского города Бахалкур. По данным индийских военных, они входили в экстремистскую группировку Джаиш-эм-Мухаммад. Нападение произошло спустя несколько дней после первого за 10 лет визита индийского премьера в Пакистан. Боевики исламского государства продолжают вылазки против иракских правительственных сил в городе Рамади. В 100 километрах от Багдада центр города освободили от террористов несколько дней назад, но некоторые из них по-прежнему скрываются на окраинах. Это подтвердил пресс-секретарь контртеррористических сил Рака Сабах Аль-Нумани. Сейчас в городе остается от 200 до 250 экстремистов. В докладе, направленном нам американскими войсками до начала операции, была цифра 4000, значит, численность боевиков заметно сократилась. Им нанесен серьезный удар. Остающиеся в Рамади экстремисты окружены. У них нет шансов прорвать окружение, как и нет возможности получить подкрепление, поскольку еще до начала зачистки мы отрезали их от каналов поставки. Армия Ирака заявила о победе над исламским государством в Рамади 27 декабря. Позднее губернатор провинции Сухейб Ар-Рави сообщил, что город освобожден от боевиков только на 80%, а небольшую его часть по-прежнему занимают террористы. Скрывающиеся в Рамади боевики используют тактику мелких вылазок, жертвами которых за последние несколько дней стали не менее 16 человек. Напомню, экстремисты захватили город в середине 2014 года. Тогда его были вынуждены покинуть более 60 тысяч жителей. Поток беженцев захлестнул иракскую столицу. Когда люди смогут вернуться домой, пока не ясно. Приток беженцев ожидает и по всей иракской провинции Анбар. Каждый день сотни человек оставляют свои дома в поисках безопасности. Власти страны стараются снабдить пострадавших от войны всем необходимым, но доступных ресурсов все меньше. Потребности в продолжении выпуска. Временный лагерь в 20 километрах от терроромади возвели еще в начале декабря в ожидании очередной волны беженцев. Как показало время, прогнозы оправдались. С момента начала боевых действий город решили покинуть многие из остающихся там семей. Этот лагерь открыли специально для беженцев из Рамади. Мы решили все организовать еще до военной операции по освобождению города. С начала боев к нам приехали более 50 семей, всего порядка 400 человек. Большая часть постояльцев – женщины и дети, бежавшие из зоны конфликта с минимумом вещей. Сейчас, когда ночные температуры нередко опускаются ниже нуля, им приходится особенно тяжело. У нас нет другого выхода, кроме как накрывать палатки тканью. Зимы здесь суровые. Сейчас нам нужно раздобыть больше стройматериалов и готовиться к прибытию людей со всей провинции Анбар. Эр-Рамади находился под контролем боевиков исламского государства полтора года. За это время его население сократилось наполовину. Десятки тысяч семей бежали из города, опасаясь за свои жизни. Непростые времена настали и для иракской казны. С падением цен на нефть и резким ростом военных расходов поддерживать беженцев становится всё сложнее. Из Багдада привозят только самое необходимое – палатки, одежду и продукты питания. У нас серьёзные проблемы с обогревом и электричеством. Сейчас здесь очень холодно, и мы решили раздать всем семьям по керосиновой печи. Правда, топлива тоже не хватает. Из Багдада нам присылают совсем мало. Нужно как минимум в два раза больше. Чиновникам, да и самим беженцам, остаётся лишь надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время. Если иракские войска продолжат успешное наступление на позиции террористов, тысячи семей смогут вернуться в пусть и разорённые, но свои дома. Ускорить работу по оснащению вооружённых сил страны пообещал министр обороны Ирана Хасейн Дахкан. Он заявил, что страна будет решительно продвигаться вперёд в развитии ракетных технологий и развивать сдерживающий потенциал своих вооружённых сил. Заявление прозвучало после приказа президента Ирана Хасана Рухани расширить ракетную программу в ответ на потенциальные санкции со страны США. Под новые ограничительные меры, которые планирует ввести Американское министерство финансов, могут попасть около десятка компаний и частных лиц, предположительно задействованных в разработке ракетной программы. Санкции станут первыми с момента заключения исторического соглашения по иранской ядерной программе с шестёркой международных посредников. Многие регионы Кита вновь накрыло снегом. Метеорологи объявили оранжевый уровень угрозы. Он позволяет принимать специальные меры для уменьшения выбросов в атмосферу. Наиболее серьёзная ситуация в провинциях Хэбэй, Шаньдун и Сычуань. Видимость там упала ниже 200 метров. Возникли перебои в работе аэропортов. По немногим лучшей обстановкой в столице из-за отсутствия ветра в Пекине и Тянзине концентрация мелких частиц, способных проникать в лёгкие, почти в 10 раз превысила норму. Горожанам рекомендовано воздержаться от прогулок и по возможности не покидать помещение. Вздохнуть свободные жители Северного Китая смогут уже совсем скоро. В ночь на понедельник в регионе ожидают холодный атмосферный фронт. Он принесёт осадки и разгонит смог. Это самый долгий за последние 10 лет снегопад, говорят жители города Алтай, Синдиан-Угурского автономного района. Он начался ещё 20 декабря и до сих пор не прекратился. Высота снежного покрова превышает прошлогоднюю больше, чем половину. На городских магистралях борьбу со стихией ведут муниципальные службы, а в посёлок Хэму встретились туристы. Такого снегопада здесь не видели давно. За две недели город Алтай, Синдиан-Угурского автономного района буквально завалило сугробами. Высота снежного покрова достигла полуметра. Красиво, конечно, признаются местные жители, но вот передвигаться по городу стало значительно сложнее. В этом году снега особенно много. Он идёт уже несколько дней. И, конечно, нам, пожилым людям, очень трудно ходить по улицам. Чтобы машины не скользили так же, как люди, управление транспорта направило все силы на расчистку скоростных магистралей. Снегоуборочная техника ликвидирует заносы на дорогах и посыпает их специальной солью. Сейчас мы сосредоточились на расчистке от снега скоростной автодороги G-3014. В тех местах, где ситуация особенно серьёзная, мы значительно увеличили количество техники и рабочей силы. Эти меры обеспечили нормальное транспортное сообщение в течение всех праздничных дней. За пригородным посёлком Хэму уже давно закрепилось определение снежной. Вот и сейчас высота покрова здесь достигла одного метра. Но сельчане такой погоде только рады. Снег – это визитная карточка нашего села. Без снега Хэму не был бы уже снежным посёлком. В такую погоду туристы в посёлке – частые гости. Чтобы за снежными пейзажами могли любоваться все желающие, снегоуборочная техника не покидала подъездные дороги все дни снегопада. Мы приехали сюда на машине, и проблем в дороге не возникло. Снега в Хэму много, но транспортные условия хорошие, очистку производят вовремя. А самый популярный вид транспорта в Хэму – традиционные сани, запряжённые лошадью. Именно за такой экзотикой и приезжают сюда туристы, чтобы, утопая полозьями снегу, прокатиться с ветерком по узким деревенским улочкам. Таковы главные новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале CCTV Русский. Субтитры подогнал «Симон»!